доброго времени суток всем добрые наши волшебники своим волонтер бездомных животных и приют творить добро наталья сегодня у нас такой информационный ролик и как всегда я буду обращаться с просьбой к вам что касаемо клёпа клёпа прооперировали ампутировали ему конечности операция была поздно вечером николай николаевич был очень сильно болен но при всем при этом он не отменил операцию спасибо ему огромное сейчас он сам был на больничном вот и пожелаем николай николаевич нашему здоровья крепкого крепкого потому что без него хвостиком никак клёпушка я забрала в 12 часов ночи я сидела ждала и домой мы приехали почти в 7 утра потому что всю дорогу ребенок плакал отходил выходил из наркоза плюс болевой эффект николай николаевич прописал сильнейшие ему обезболивающие препараты сейчас клёпушка на передержке пока у меня мы восстанавливаемся сейчас все более-менее стабильно не принимаем лекарства ждем заживления и будем заказывать ему протез по поводу дико по поводу дико приехав на к себе в клинику девочки поставили меня перед фактом что клинику закрыли до 3 числа то есть что нужно что-то делать с диком так как у нас обработка швов у нас прием антибиотиков и плюс у нас конечно же промывание швов и всего-всего прочего и обезболивающие препараты я понимала что дико я не смогу взять к себе домой потому что мне сейчас их просто целая толпа щенки собаки и клёпа и то есть я просто физически не справлюсь поэтому я экстренно искал такси это шесть с половиной тысяч и дико экстренно отправили клинику города рязани в очередной раз спасибо им огромное за то что они отказывают помогают и принимают наших животных ну а теперь наверное самая такая неприятная история это наш всеми полюбившийся солнечный мальчик филя недавно совсем вы знаете что я ездил за клёпой да и общалась со всеми своими ребятками именно филя почему-то на филе обратил внимание что мне показалось что он схуднул я не стала говорить об этом наталья но может быть из-за того что все-таки ребенок много двигается и буквально три дня назад наталья она очень щепетильно следит за всеми животными увидала у фили в области хвоста два новообразования соответственно мы стали сразу же связываться со всеми врачами и на пролежни это не похоже потому что это именно у основания хвоста с двух сторон то есть филя на этом месте не лежит вчера я связался с врачом онкологом с клиники доктор вет на что он сказал что возможно это опухоль возможно это опухоль и конечно нельзя тянуть время и надо делать брать цитологию мы такая большая дружная семья я помню что именно случай с филе и покорил многих многих многие сердца откликнулись на судьбу этого уже не молодого пса но я также помню что это было происходило на канале марианны готовых на котором было достаточно большое количество подписчиков 16 тысяч и многих затронула судьба фили этого золотого чудесного мальчика который лежал во дворе своего дома и на него на спящего наехала просто наехала машина и оставила ребенка инвалидом и я помню как вы все откликнулись когда делали ему операцию реабилитацию фили чудесные фили чудесные и я буду помнить всю свою жизнь когда я приехала к нему когда мне позвонили когда я приехала к нему и его не мой вопрос в глазах за что за что люди со мной поступили так вы простите я просто вот эти воспоминания я буду вспоминать всегда я столько боли прочитала в его глазах ужаса и страха потому что ребенок не понимал он не понимал за что с ним обошлись так он лежал никого не трогал он просто спал и какой-то недочеловек просто взял и по нему проехал теперь у боли о и уфилия простите за мои эмоции теперь у нашего фильки новая боль новая беда даже начало месяца да но нам нужно экстренно вести фили в клинику наталья сейчас к сожалению 1 и придется брать такси у вадима была операция на глазу тоже хочу пожелать ему скорейшего выздоровления в один наташи без тебя там очень очень сложно 1 на вот но к сожалению со своим здоровьем тоже шутить нельзя не вадим сейчас прооперирован поэтому наташа 1 нам нужно брать такси и вести парня срочно на цитологию делать анализы потому что в таких случаях если это онкология то сейчас у нас будет важно каждая минута и каждая секунда моя такая большая дружная семья мне как всегда больно больно когда спасаешь и откуда не ждешь и оттуда вылазишь да будем учитывать что в или возраст но давайте постараемся всем миром понять причину заболевание фили и постараться для этого солнечного чудесного ребенка хоть что-то сделать с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют творить добро наталья секунду Субтитры создавал DimaTorzok